Продолжаем эфир. Предприниматели со знаменитой алма-атинской барахолки заявили о несправедливости. Одни остались без торговых мест, другие стали жертвами мошенничества. Пострадавших больше сотни. Елеман Раимбеков выслушал. Более ста торговцев рынка Рахат уже третий год судятся с Акиматом Житсуского района. Дело в том, что власти решили на данном участке барахолки разбить сквер и вынуждают предпринимателей отказаться от торговли. Понятно же, что среди барахолки не может быть никакого сквера. Каким образом местные исполнительные органы и чиновники, используя бюджетные средства, предпринимают все меры для того, чтобы этот земельный участок захватить. Мы понимаем, что это специально делается. Сейчас предприниматели не знают, что делать. Работать в полный оборот не могут, так как идут судебные процессы. В связи с судебными тяжелями Акимат Житсуского района меры разработки проекта благоустройства данной территории не предпринимались. После завершения судебных разбирательств будет разработан проект благоустройства территории. В связи с тем, в настоящее время строительство сквера не предусмотрено. О проблемах рассказывают и коммерсанты торгового центра Евразия. Там бывший владелец под предлогом реконструкции рынка собрал со 67 человек почти 5 миллионов долларов и пообещал их сделать владельцами бутиков, а не просто арендаторами. Затем продал рынок и скрылся в России. К прокурорам столько раз ходили безрезультатно. Каждый раз какие-то отговорки от правоохранителей. Уголовное дело возбудили еще в начале 2023 года. Ничего с мертвой точки не сдвинулось. Новый владелец рынка повысил аренду на 30 процентов, а мы все кровные отдали прежнему. Поэтому мы на грани банкротства. Каждый месяц ожидания для коммерсантов – удар по бюджету. Им уже два года обещают разобраться с мошенником, а результата нет. Не видно общего решения ни в одном вопросе. Везде в проигрыше предприниматели. К примеру, власти могли бы построить сквер за территорией рынка Рахат, окинувшего на деньги экс-владельца рынка Евразия, экстрадировать из России и заставить вернуть средства. Согласно генеральному плану развития Алматы, в ближайшие годы рынки на знаменитой алматинской барахолке могут перенестись за черту города.